Здравствуйте, друзья! Мы сегодня вновь возле выставочного центра Viva Lab, и это потому, что на днях состоялась презентация от этого производителя. На пресс-конференции были представлены две новые модели. Это Viva X30 и Viva X30 Pro. Оба эти телефона поддерживают новый стандарт 5G. Сегодня в руках у меня будет старшая версия этой линейки. Viva оснастила его самым новым процессором от Samsung и очень продвинутым модулем камеры. Давайте зайдем внутрь и посмотрим. Обычная версия стоит 3298 юаней, что соответствует 470 долларов. Версия Pro стоит 3998 юаней за конфигурацию 828 гигабайт и 4298 за 8256 гигабайт. Это примерно 570 и 610 долларов соответственно. Размер новинки 158,5х74х8,8 мм. Вес 198 граммов. В обоих версиях есть 3 градиентных расцветки. Светло-розовая, черная и голубая. Гнездо для сим-карты выполнено в форме двухстороннего лотка. Установка дополнительной SD-карты не предусмотрена. Боковые рамки по ощущениям сделаны из металла, а задняя крышка из стекла, покрытого олеофобным покрытием. 91,4% передней поверхности смартфона покрывает XDR дисплей, выполненный по технологии Super AMOLED. Его размер 644 дюйма, а разрешение 2400 на 1080 пикселей. При высокой контрастности 2 миллиона к одному, свечение дисплея составляет 1200 нит. Более чем достаточно для комфортного использования смартфона в солнечный день. Рамки вокруг дисплея очень узкие. Видно, что Vivo постарались оставить максимальную поверхность для дисплея, а также до предела уменьшили вырез под фронтальную камеру. Телефон оснащен батареей на 4350 мАч и поддерживает стандарт быстрой зарядки до 33 Вт. Задняя камера состоит из четырех объективов. Верхний это широкоугольный модуль на 8 мегапикселей с углом обзора 112 градусов. Ниже основной 64 мегапиксельный с апертурой 1.8. Следующий модуль портретный 32 мегапиксельный объектив с апертурой 2.0. Ну и особенность этой модели перископный 13 мегапиксельный модуль с увеличением до 60 крат. Также производители поставили акцент на том, что этот смартфон очень хорошо снимает ночные фото. Фронтальная камера оснащена 32 мегапиксельным модулем с высокой чувствительностью 2.45, что позволяет ему делать качественные фото на фоне ярких источников света, таких как солнце. Внутри X30 Pro установлен новейший восьмиядерный процессор от Samsung Exynos 980, выполненный по 8 нанометровой технологии с поддержкой 5G стандартов NSA и ESA, что дает возможность скачивать информацию на скорости до 2.5 Гбит в секунду. В процессоре установлены новые ядра A77, работа которых дает прирост производительности до 22% по сравнению с ядрами предыдущего поколения A76. Видеоядро выполнено на основе видеопроцессора Mali-G76. На выставочном образце тест Antutu показал 299 тысяч баллов, что не является очень высоким результатом, но есть существенное замечание. Тест несколько раз прерывался из-за демонстрационного программного обеспечения этого образца, что явно сказалось на показателях. На деле результат должен быть выше. Мы обязательно протестируем эту модель более качественно, если она появится у нас в обзоре. Для бесконтактной оплаты в телефоне установлен чип NFC. Смартфон работает на основе 9 версии Android с новой фирменной оболочкой от Vivo, это Funtouch OS X. По заявлениям разработчиков, в ней переработан функционал и увеличена стабильность и производительность. Мы слегка протестировали фотовозможности смартфона и, конечно же, остановились на основной особенности камеры на 60-кратном зуме. С рук достаточно сложно получить качественную картинку с таким увеличением, но со штатива изображение получается достаточно качественным, хотя и присутствует серьезный шум. Технология развивается, но пока далека от идеала. Гораздо более качественное изображение можно получить с зумом до 30-ти крат. А на этом у нас сегодня все. Подписывайтесь на канал во Вконтакте, в Телеграм и в Ютуб. Не забывайте жать колокольчик. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok